Как перевести собаку на сухой корм с натурального питания? Сухой корм существенно упрощает уход за домашними питомцами. Не все собаководы сразу решают переходить на него, но через некоторое время принимают это решение. Безвыходной ситуацией становится, когда переходить приходится по причине рекомендаций ветеринара. То, как перевести собаку на сухой корм по предписанию или с целью упрощения, нельзя описать общими рекомендациями, каждый случай по-своему уникален. Особенности приучения щенков к натуральному корму Смена рациона считается сильным стрессом для щенка, поэтому к этому процессу нужно отнестись ответственно. Переход к новой пище нужно делать только после того, как питомец окреп. Сухой корм – самый распространенный вариант кормления собак и котов. В первую неделю перехода меню должно быть максимально сбалансированным. В первые 1-3 месяца рекомендуется включать исключительно натуральные продукты. В рацион должны входить каши, овощи, фрукты, яйца, рыбы, мясо. К сведению, белковые продукты должны составлять не менее 70% рациона. Остальная часть приходится на углеводы и молоко. Мясо и рыба даются в сыром или вареном виде. Запрещается давать маринованные или сладкие продукты, слишком жирные или жареные. Они могут нанести сильный вред здоровью щенка. Количество приемов во многом зависит от возраста питомца. С увеличением возраста уменьшается этот показатель. В двухмесячном возрасте нужно кормить его около шести раз в день. После шести месяцев переводят на трехразовое питание. Отдельное внимание уделяется воде. Она постоянно должна быть вблизи тарелки с едой. Рекомендуется менять ее два раза в день. Натуралка должна быть размягченной для улучшения процесса пищеварения. Важно! Только начиная с возраста 10 месяцев, можно переводить собаку на двухразовый режим приема пищи. Каждая собака не прочь натурального корма. У малыша зачастую наблюдается сильный аппетит. Переедание слишком плохо отражается на здоровье щенка, еда в свободном доступе не оставляется. Рекомендуется создать четкий график приема пищи. Правила перевода собак с натуралки на сухие корма. Ветеринар может посоветовать перевести взрослую собаку на сухой корм. Кроме этого, подобное кормление существенно упрощает уход за питомцем. При рассмотрении того, как перевести собаку на сухой корм с натурального питания, нужно уделить внимание ниже приведенным рекомендациям. Не стоит торопиться с полным переходом. Правильный подход заключается в растягивании всего процесса на 10 дней. Нужно отдавать предпочтение корму исключительно премиум. Дешевый продукт в составе часто имеет большое количество усилителей вкуса и ароматизаторов, вызывающих привыкание. Рацион питания составляется с учетом породы и возраста питомца. На упаковке корма можно встретить рекомендацию, касающуюся выбора его количества в зависимости от веса. Важно обеспечить свободный доступ к миске с водой. При отсутствии требуемого количества воды может нарушиться пищеварительный процесс. Однако увеличение ее количества приводит к маленьким неожиданностям на полу. Поэтому в период перехода нужно больше внимания уделять прогулкам на природе. Рекомендуется переходить на собачий сухой корм в возрасте 3 месяцев. В продаже есть специальные наборы, в состав которых включено большое количество витаминов и полезных микроэлементов. Натуральный и сухой корм. Перевод с влажного корма. Трудности могут возникнуть при переходе с влажного корма на сухой. Это связано с тем, что пищеварительная система собаки не привыкла к нему. В подобном случае рекомендации следующие. Сухие гранулы нужно размягчать. Для этого их замачивают в воде и выдерживают на протяжении нескольких минут. Степень размягчения снижается с каждой порцией. Вблизи должна быть постоянно вода. Она позволяет снизить вероятность возникновения проблем. Важно, проводить подобную процедуру следует постепенно. Чем менее резкий будет переход, тем меньше вероятности возникновения проблем с работой пищеварительной системы. Нормы кормления при переходе на сухой корм. Количество корма зависит от размера собаки. Для йорка или шпица составляют разный рацион. Расчет ведется, исходя из веса пса. Усредненные нормы. Гигантские породы – от 42 кг. Большая порода – от 23 до 41 кг. Средняя порода – от 10 до 22 кг. Маленькая порода – до 9 кг. Обратите внимание. В интернете встречаются различные онлайн-калькуляторы, которые существенно упрощают расчет требуемого количества корма. Постепенное приручение к гранулированной пище должно проводиться с учетом нескольких советов. Запрещается давать собаке сразу сухие гранулы. Их предварительно размачивают в воде в течение часа. На первом этапе гранулы смешивают с натуральной пищей. Соотношение должно быть 1-2. В течение всей недели каждые двое суток процент сухого корма увеличивается. В это время нужно постоянно следить за состоянием собаки. При наблюдении ухудшений нужно обратиться к ветеринару. Перевод на другой сухой корм. В некоторых случаях возникает острая необходимость в переходе на другой корм. Проблемой будет, если собака пристрастилась к тому, что давали раньше. Перевод осуществляется с учетом следующих рекомендаций. В первое время проводится их смешивание в соотношении 1-2. Количество нового корма увеличивается постепенно в течение двух недель. На момент введения новых гранул в рацион следует постоянно следить за состоянием собаки. При любых изменениях нужно вернуть прежний рацион и только после этого попробовать найти подходящую альтернативу. Как выбрать корм? С выбором кормов могут возникнуть серьезные трудности. Основные критерии следующие. Возраст. Размер. Особенности породы. Вся сухая еда для собак делится на несколько категорий. Они характеризуются своими отличительными признаками. Эконом-класс стоит дешевле других. Такие продукты особой пользы не несут. Постоянное кормление становится причиной возникновения проблем со здоровьем. В группе эконом редко встречается в составе натуральное мясо, только субпродукты сомнительного качества. Важно. Совет ветеринаров заключается в отказе от эконом-класса, так как он может навредить питомцу. Лучше вместо него оставить собаку на натуральной пище. Премиум-класс считается самым популярным. В состав также включаются различные субпродукты, но есть и мясные ингредиенты, их доля 25-30%. Основным компонентом считается рис. Большая часть продукта изготавливается в ЕС или США, тот, который выпускается в России, уступает по качеству. Супер-премиум-класс характеризуется сбалансированным составом, в него включается большое количество мяса. При изготовлении используется субпродукт высокого качества, на упаковке указывается какого именно. В состав не включаются ароматизаторы или усилители вкуса. Корм этого класса можно давать без опаски взрослой собаке или щенку. Для щенков лучше выбирать корма премиум-класса. Холстик считается лучшим вариантом, что можно приобрести в зоомагазине. При его изготовлении применяют исключительно натуральное мясо, субпродукты не включаются. Считается, что холстик подходит для полнорационного питания. За высокое качество приходится платить, не все могут позволить себе его для длительного кормления собаки. Что делать, если собака не хочет есть сухой корм? Чаще всего проблема формируется по причине того, что переход на сухой корм осуществлялся неправильно. Могут быть проблемы с нарушением обмена веществ, неполадкой пищеварительной системы или заболеванием ротовой полости. Важно! Перевод должен осуществляться постепенно. При этом уделяется внимание решению основной проблемы, если она есть, из-за которой питомец противится. Лишь со временем он привыкнет к сухому корму и не будет против перехода. Результат терпения – счастливый и здоровый питомец. Плюсы кормления сухим кормом. Содержание собаки на сухих гранулах характеризуется большим количеством преимуществ. Гранулы не портятся быстро, они могут храниться на протяжении длительного периода. Проще готовить, не нужно смешивать ингредиенты. В состав включаются практически все необходимые полезные вещества. Сбалансированный витаминно-минеральный комплекс – залог здоровья собаки. В некоторых случаях решают проблему с пищеварительной системой. Часто встречается ситуация, когда ветеринары специально прописывают подобное питание. Стоит учитывать, что, питаясь гранулами эконом-класса, собака может в дальнейшем отказаться от более дорогого. При этом пользы от дорогого намного больше, поэтому лучше всего кормление начинать с лучших вариантов. Плюсы кормления сухим кормом. Если щенок начинает пищать после приема сухого корма, тогда от него рекомендуется отказаться и обратиться к ветеринару. Если в первые несколько недель не возникает проблем, можно смело приобретать продукт и давать его своему питомцу.